Аквариум Глазер Этот аквариум был основан как семейное предприятие в 1984 году Постепенно он стал разрастаться и сейчас включает в себя дочерние компании Такие как например Амтра, АМТ и издательство Выпускающее замечательные книги, всевозможную полиграфическую продукцию А также компакт-диски для аквариумистов По ходу фильма некоторые образцы этой продукции будут показаны в правой части экрана Как вы можете сравнить в аквариумах, представленных в предыдущих фильмах серии Само устройство предприятия Глазера, ее планировка и даже стойки выполнены по-другому Однако горы пенопластовых ящиков, в которых транспортируются рыбы И красные лески на аквариуме, свидетельствующие о начале карантина или о болезнях, такие же как везде В этом году основатель компании Ульрих Глазер, старший, получил награду от некоммерческой организации Anomental Fish International, сокращенно ОВИФА За выдающийся вклад в дело развития мировой аквариумистики До 1 миллиона рыб со всего света находятся в этих аквариумах одномоментно И управляются со всем этим богатством дочь Ульрих Глазера Усула У каждого работника аквариума свой участок Вот отделение для упаковки А чуть дальше дверь слева, это помещение для дискуссов Здесь свой отдельный мирок Где более чем в 200 аквариумах плавают дикие и селекционные формы дискуссов Здесь даже музыка своя Помещение дополнительно обогревается, так как рыбы очень теплолюбивы Интересно отметить, что помимо распределения рыб по группам Здесь принято размещать их по географическому принципу То есть по континентам Америки, Африки, Азии или Австралии Черные араваны тоже теплолюбивы И ждет по соседству дискуссами Как в прямом, так и переносовом смысле Говоря другими словами И в природе, и в аквариуме ульрих Глазера Как и везде в больших аквариумах Работников вызывает парад Когда-то давно, еще в конце 80-х годов Доктор Аксель Рот рекомендовал не познакомиться с Ольрихем Глазером Но непосредственно наша встреча состоялась Только спустя 10 лет Напротив помещения с дискуссами Стойки с гуппи Здесь их большое разнообразие Помимо селекционных форм из Азии и Шри-Ланки Можно найти также дикарей из Венесуэлы И островные государства Атлинской Америки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Недалеко от стоек с гуппи располагается отдел хладноводных рыб Золотых рыбок и кои содержат за пределами теплых капитальных стен В бетонных резервуарах под навесом Биофильтры здесь расположены Выше уровня бассейнов И вода идет вниз самотек Вы наверняка видели эти фильтры в моих милях по аквариумной технике Плодный срыв бассейна высока О кормиках хорошо Поэтому выделяющийся органика нередко образует пену Ну где как ни у аквариума Глазера Не быть раритетом Это и сомы, и харценовидные, и цихлиды И многие другие семейства Наверное, вы обратили также внимание на многочисленные цифры и номера Нередко здесь указаны не только номера аквариумов, но и их рядов Чтобы не заблудиться в таком изобилии вида Обратите внимание на укрытия для рук Они сделаны из подручных материалов Здесь не до красоты Хочу отметить, что многочисленные книги Выпускаемые издательством Глазера Уникальны еще и тем Что содержат краткие описания и фото видов рыб Имеющих только коммерческие названия Или просто индексы Но еще не описанных наук Ну а книг разговор особый Я планирую начать дискуссию о них в отдельном фильме Увидав бассейны, похожие на тех, в которых обычно плавали золотые рыбки Я был очень удивлен, увидав там настоящее скопление африканских рыбслойников и пантадонов Редактор субтитров А.Семкин Но опять вернемся в Южную Америку Я уже много раз писал в своих книгах Что самые продаваемые рыбы в мире Это красные неоны Они составляют порядка 80% От всего экспорта рыб Южной Америки И только 20% Это все остальные виды С этого богатейшего континента Исчисляемые тысячами в мире В заключении Предлагаю бросить вам последний взгляд на это богатейший профессиональный аквариум Посторонних посетителей с меня не пускают Таковы правила Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok